Всем привет! Сегодня я вам покажу как делать аналог тайского супчика с моими друзьями в Зелоруссии. Они путешествуют по миру и часто едят этот суп. Вот берем имбирь, берем кокосовое молоко, банки продаются, коктейль из морепродуктов. Немного у нас мяса меди оставалось. Как это китайские какие-то палочки, они тоже продаются. Кубик и карри. Берем, нагреваем воду, где-то порядка литра берем. Воды ставим на газ, пусть нагревается. Вот режем имбирь. Если вы хотите чтобы он был острый, значит его побольше надо. Но у нас такой средний вариант. Вот мы его очищаем, режем на мелкие кусочки. Действительно дает такой вкус классный. Мне вообще имбирь очень нравится. Вот просто здорово. Берем чеснок, берем одну головку. Я не знаю, но вот я не люблю очень острый-острый. Такой, чтобы средний был. Более-менее. Но тоже вот на одноголовку чеснока. Вот она режется на маленькие такие квадратные кусочки. После этого мы берем тефлоновую кастрюлю. Нагреваем без ничего. Просто нагреваем тефлоновую кастрюлю. Нагреваем туда масло. Ну, в нашем случае это обыкновенное масло, которое есть подсолнечное или оливкое. Вот туда выгружаем нашу смесь из чеснока и имбиря. И, грубо говоря, поджариваем в масле. Так вот будет, наверное, правильно сказано. Жарим, 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 жарим. Туда же мы кидаем на выпуклый морской, как говорится, соус карри. Вот в данном случае это вот такая горочка у нас получилась. Все это вместе мы опять перемешиваем на небольшом огне. Получается такая коричневатая, наверное, жидкость, не знаю. Добавляем немножко водички, чтобы ничего этого дела не пролипало к стенкам нашей кастрюльки. Ну, и чтобы это была такая жижа. Вот получился у нас один из компаний. После этого берем кубик, кубик-рубик. Берем кубик куриный, кидаем его в кастрюлю. Должна быть основа. Вот. Все это у нас бурлип. Бурлип, 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 бурлип. Перемешиваем. Открываем молоко кокосовое. Вот оно имеет такой вид. Сверху такая твердая. Там снизу банки уже такая жидкая взвесь. Вот берем кокосовое молоко. Вытряхиваем все это в воду. Вот пошла вода кокосовая. Вот. Все это туда был, где кубик с водой. Честно говоря, должна быть просто какая-то основа. Не обязательно кубик. Может быть, куриный бульон. Ну, говяжий я не пробовал. Но вот куриный бульон, если будет, наверное, будет даже очень и ничего. Вот. Получилось у нас заготовочки такие. Все это перемешиваем хорошенько. После этого отправляем нашу взвесь из имбиря, чеснока и карри туда же в кастрюлю. Напоминаю вам, что воды там литр, но может быть немного поменьше. Можно немного поменьше. Вот у нас, в нашем случае, это литр. Вот. Все это смешиваем, перемешиваем, доводим, видимо, до кипения. Сейчас посмотрим. Да, все это бурлит. Бурлит, 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 бурлит. Подсаливаем, конечно, но как без соли-то? Соль должна быть. Вот. Потом вот эти вот палочки, они действительно продаются в магазине. Я не знаю. По-моему, они так и называются. Основа для тайского супа. Но это какие-то палочки. Там есть, я знаю, что, перчик чили. И какие-то палки, что-то такое. Ну, вот чили. Вот мы туда тоже кидаем. Ну, если нет его, ну и если нет этой смеси, ну и нет. Ничего страшного. Ну, вот она и выглядит вот так вот. И все, что там ничего не написано. Только какие-то вот палки наложенные тут. Которые положили в пакет. Ну, вот мы все это закинули в кастрюльку. Ну, эти палочки, они действительно такие засохшие. Они после того, как вот солим чуть-чуть посолили, они размягчаются. И, наверное, это какой-то бамбук, я подозреваю. Вот мы сейчас попробуем, как он, что он из себя представляет. Вот оказалось у нас, что он недостаточно крепкий, недостаточно острый. Поэтому берем еще один чеснок, еще кусок имбиря. И то же самое делаем. Это все же методы проб и ошибок. Вот. Ну, нам показалось, что он недостаточно острый. Поэтому берем опять чеснок, опять имбирь, опять режем все это дело. Вот. И сейчас, наверное, будем добавлять. Сейчас посмотрим, что мы будем. Да, и просто туда добавляем. То есть уже не смешивая скорее, а просто добавляем суп. Вот это все бурлит. Очень красивый вид такой. Желтоватенький. Ну, тайский. Я вообще, честно говоря, очень люблю тайский супчик. Мне очень нравится. Если бы были креветки. Но сейчас, в общем-то, действительно дороговато все стало. Ну, что делать. Вот. Теперь берем наши мидии. Оставалось мне тут четверть пакета мидии. Вот. И засыпаем в бурлящую, как говорится, бурлящую основу. Мидии. Они так достаточно долго. Ну, недолго размягчаются. Потом вот берем этот морской коктейль, который уже продается в таких баночках. Там смесь. Ну, вот. Вместе с водой отправляем тоже туда. Ну, если вы очень сильный гурман, то, конечно, можно взять отдельно кальмаров. Отдельно каких-нибудь там креветок. И забросить туда. Порезать и все забросить в наш суп. Но мы, конечно, гурманы. Но не до такой степени, чтобы все это дело покупать. Все куплено, уже готово. Уже есть в коробочке, продается. Вот. Собственно говоря, все готово. Вон, видишь, у нас там кальмарчик. Вон, кальмарчик такой маленький. Все это готовится. Бурлит. Готовить его немного. Порядка десяти минут. Кипит вся эта жидкость у нас. Потом мы просто его будем подключать и уже разливать. Потому что долго тоже нельзя. А то наши кальмары станут резиновыми. Вот мы туда еще добавляем карри. Чтобы поедреннее было и по наварить. Но не наварить, а консистенция такая. Очень интересная получается. Вот. Вот. Собственно говоря, все уже готово. Вот он бурлил у нас. Десять минут. Все. Наш суп готов. Разливаем по ложкам. Я хочу сказать, что если он настоится, он будет еще вкуснее. Вот. По ложкам разлили. Вот. Говорю, если он натечет. Взяли ложечку. Ну, не палочка же есть. Правильно? И все. Начинаем кушать. Вот так вот. Всем пока. Всем привет. Всем пока. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.